Ежегодно через Центр психологической поддержки и профориентации «Луч» проходит более 3,5 тысяч человек. Здесь помогают с трудоустройством, освоить новую профессию, а также оказывают психологическую помощь. Жители городского округа выдвинули инициативу по реконструкции Центра и его переоборудования. Лидеры движения общественной поддержки «Химке. Интересно жить» Артур Каримов, Татьяна Недосвети, Юлия Мамай, Евгений Иноземцев и Надежда Смирнова помогли с продвижением. А химчане, в свою очередь, поддержали ее голосами на сайте «Хижонлайн». Сегодня в очередной раз мы встретились в Центре «Луч» в связи с началом работ по ремонту в этом здании, который будет проходить в основном для ребят, для молодежи нашего города. Это все для них. В этом же здании находится первый региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья». Его помещения также будут реконструированы. То, как будет выглядеть новое пространство, определяли воспитанники Центра. Для этого руководители устроили конкурс, на котором каждый мог предложить свое видение. С 24 августа стартует ремонт в данном Центре. Проект весь выполнен самими волонтерами, поэтому я думаю, что им здесь будет прекрасно и уютно работать. Мы надеемся, что жителям тоже все это понравится, потому что центр очень нужный, он необходим для города. На встречу было подписано финальное распоряжение о проведении реконструкции в Центре, а также была назначена группа общественного контроля за ходом работ. В нее вошли лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» – Михаил Раев, Артур Каримов и Надежда Смирнова. Сегодня была назначена рабочая группа по контролю за ремонтом и реконструкцией вот этого волонтерского центра. Нас сегодня выбрали жители на общем голосовании, приняли такое решение, что мы будем следить за подрядчиком, наблюдать. Мы уверены, что все пройдет на высшем уровне. Уже сегодня в здании закипит работа. Волонтеры ресурсного центра не останутся в стороне и будут помогать. Они же будут и принимать готовый результат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!